В 2014 году вышла в свет книга «Городское поселение Октябрьский в Великой Отечественной войне. 1941-1945». Автор – сторожил городского поселения Октябрьский, Лымарь Надежда Алексеевна. Героями этой книги являются жители нашего поселка, участники боев с фашистскими захватчиками, работники тыла и, конечно, весь поселок Балятина, как в то время он и назывался. Любовь к родине, патриотизм, высокая сила духа красной строкой проходит через все произведение. По статистике, на борьбу с фашистскими оккупантами от поселка Балятина Раменским райвоенкоматом было призвано 500 человек. 300 солдат не вернулись домой с поля боя. Более ста человек пропали без вести на дорогах войны. Домой вернулись немногие. Молодому поколению посвящена эта книга. Оно должно знать всю правду о том страшном военном времени, которое пришлось пережить их дедам и прадедам. Для юношества эта книга должна послужить примером мужества, стойкости, патриотизма, беззаветной любви к родине, нашей великой России. «Знайте, кому, как не вам, жить в обновленной России. Услышьте тех, кого нет с нами. Ведь они тоже очень хотели жить. Но чувство долга перед Родиной заставило их шагнуть в бессмертие. Будьте достойны памяти павших за нашу Россию». Создатели книги «Городское поселение Октябрьский в Великой Отечественной войне 1941-1945». Перед вами автор. Лымарь Надежда Алексеевна. Книга издана при поддержке главы городского поселения Октябрьский Терешина Александра Николаевича. Глава городского поселения Октябрьский Люберецкого района Московской области. Терешин Александр Николаевич сторожил нашего поселка. Он дал высокую оценку этой книге. Война оставила в каждом доме, в каждой семье след печали и горечи. Книга «Лымарь Надежды Алексеевны» заставляет нас вернуться в те суровые военные годы, вновь почувствовать боль, потерь и утрат. Люди – самое главное достояние нашего поселка. О них этот рассказ. О наших близких, о наших родных, о наших знакомых. Спасибо, наши ветераны, за то, что в мире мы живем. Болят войны, прошедшие раны, война входила в каждый дом. Венки мы трепетно возложим, где захоронены бойцы. Утрат войны забыть не сможем. Там спят и деды, и юнцы. Памятник погибшим солдатам, жителям городского поселения Октябрьский, открытый в 1965 году около клуба имени Ленина. Уважаемые жители городского поселения Октябрьский, мы помним и отдаем дань памяти тем, кто не вернулся с полей сражений и тем, кто встретил победный май 1945 года, кто героическим трудом ковал победу, чье детство было омрачено войной. Никто не забыт, ничто не забыто. Герои Советского Союза, жители городского поселения Октябрьский. Рязанцев Алексей Федорович, коренной житель поселка. Раменским райвоенкоматом был призван в ряды Красной Армии. День в день он прошел всю войну по воздушным дорогам восьми фронтов. За ратные подвиги Родина наградила его званием Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина, трех орденов Красного Знамени СССР, орденом Отечественной войны первой степени, медалью «Золотая звезда» и другими боевыми медалями. Белов Николай Максимович был призван на фронт в июле 1941 года. За образцовое выполнение боевых заданий командования, проявленное мужество и героизм, гвардии лейтенанту Николаю Белову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медалей «Золотая звезда» Пряничников Николай Иванович. До самой победы он сражался на передовых позициях. За блестящее выполнение боевого задания ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». За мужество и отвагу награжден еще другими орденами и медалями. Войну закончил в звании гвардии капитана танковых войск. Мы долго будем помнить. Фотография на память перед отправлением на фронт 5 июля 1941 года. Первый отряд ополченцев-добровольцев, жителей нашего поселка, ушедших на фронт в начале июля 1941 года. Вернулись не все. Десятый класс выпуска 1941 года. Выпускной бал в Балятинской средней школе. В первом ряду учителя. В центре директор школы Ветлушских Иван Матвеевич. Эти ребята ушли на фронт прямо после выпускного вечера вместе со своими учителями Буратским Василием Михайловичем и Курносовым Иваном Георгиевичем. Домой никто не вернулся. Курносов Иван Георгиевич, учитель физкультуры и военного дела Балятинской средней школы, на фронт ушел в первые дни войны. Друг из города Раменского, что служил с ним, вспоминал, что это был страшный бой. Он был тяжело ранен. С поля боя его вытащил Иван Георгиевич Курносов. Сдал раненого в Санбат. И сам снова в бой. После этого его ни живым, ни мертвым не видели. Родственники занимались поиском, но безуспешно. Талалай Анатолий Сергеевич Непомнящий Константин Иванович Котров Алексей Иванович Бузинов Николай Сергеевич Бузин Михаил Павлович Незамов Николай Курганович Борисов Иван Никитович Клышников Николай Федотович Затрускин Виктор Николаевич Хлыстова Нина Кузьминишна Кудрявцев Сергей Александрович Лаврентьева Мария Михайловна Гайниев Рахимзян Ахмедзянович Милехин Борис Евграфович Снычков Илья Яковлевич Серешин Сергей Николаевич Лыгач Никифор Иванович Бушуев Василий Егорович Дедов Николай Петрович Бондарев Федор Алексеевич Пустовар Петр Андреевич Игусев Сергей Иванович Так рождаются традиции 9 мая 1965 года По случаю торжественного открытия Памятника боевой славы Был организован митинг С участием жителей поселка Октябрьский На этом митинге Было принято решение Ежегодно в торжественной обстановке При участии Октябрьского Поселкового совета Предприятий и организаций Учащихся школ и жителей поселка Около обелиска Организованно проводить митинг В честь погибших солдат Жителей городского поселения Октябрьский Куда б ни шел Не ехал ты Но здесь остановись Могиле этой дорогой Всем сердцем поклонись Кто б ни был ты Рыбак, шахтер Ученый или пастух Навек запомни Здесь лежит твой самый лучший друг И для тебя и для меня Он сделал все, что мог Себя в бою не пожалел А родину сберег Дорогие жители городского поселения Октябрьский Сегодня нас уже около 20 тысяч Мы почти город Истории Бог не простят Если мы позволим забыть тех Кто за нас с вами отдал свои жизни Кто ковал победу на тяжелых дорогах войны Здоровье и долголетие всем живущим на этой земле Вечная память тем, кого нет День победы Порохом пропад Это праздник С седеною на висках Это радость Со слезами на глазах День победы День победы День победы День победы День победы День победы Продолжение следует...